13.06 в Кирове. Это программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. Своё особое мнение сегодня высказывает директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-информа» Асис Агаев. Асис Алич, добрый день. Здравствуйте. Всех приветствую. На сайте хакирова.ру есть вопросы, которые пришли к сегодняшней программе. И начнем с вопроса Елены. О политике спрашивает Елена. Михаил Шевелёв в эфире ЭХО сказал, что наши условно-оппозиционные партии, даже если получат столько голосов, сколько планируют на выборы в Гордуму 20-25%, хотят, все равно не смогут влиять на городскую политику. А как Вы думаете, есть ли шанс на какие-то перемены в городе после выборов? Дадут ли этим партиям вообще столько процентов набрать? Что нас ждет с новой думой? Несколько вопросов. Спасибо большое за вопрос. Давайте с шансов на перемены в городе после выборов. Да, шансы есть. Новые люди – это всегда шанс, это потенциал, это возможность. Потому что, во-первых, с одной стороны, наверное, они захотят, естественно, желание поставить точку на том, что делали прошлые, подвести какие-то итоги и хотя бы начать говорить, что предыдущие делали неправильно, а надо делать так. И дальше будем ждать, что будут делать они. И потом всегда надеешься, что новые люди будут менее пугливы, менее зависимы от организаций, от которых они избираются. Скажем, более близки к людям, более ответственны перед людьми, а не перед партиями. Потому что очень много разговариваешь с хорошими людьми от партии власти. Они понимают, им стыдно, они иногда глаза опускают. Они говорят, смотри, вот тут-то, когда вы говорили, мы ведь, смотри, сделали, мы ведь не пошли, вот по этому пути вы нам позвонили, сказали, что это позор, что так нельзя делать. А потом, когда вместе собираются, и вдруг ты получаешь какие-то решения, читаешь, просто волосы дыбом стоят, что эти люди вообще не знают, что делают. То есть такая надежда общечеловеческая, просто каждый индивидуальный человек может быть окажется более ответственным и близким людям, как вы сказали, чем предыдущие. Да, да, потому что они же должны... Вне зависимости от партийной деятельности. Вне зависимости, поймите, я много раз говорил, на Скирове нет идеологических различий между людьми, которые избираются и принадлежат разным партиям. Нет. Понимаете? То есть они номинально так называются? Они номинально примкнули, ну, хорошо ведь к сильным примыкать. Все припнули к Единой России, например. При этом нормальные люди, да, вот с ними, еще раз говорю, общаешься, когда они готовы слышать, слышат, принимают аргументы, опускают глаза, им бывает стыдно за решение. Но вот они примкнули к силе, да, и чувствуют себя более защищенным. На самом деле, какая защита, когда ты дом, в котором мы все живем, рушишь потихоньку? От чего они защищаются? Кто-то говорит, что я свой бизнес защищаю. Кто-то говорит, ну, смотри, тут какие люди я на будущее тут построю. Кто-то защищается от каких-то мнимых преследований или возможных преследований со стороны правоохранительных органов. Ну, и так далее. То есть у каждого может быть свой интерес, но на конечном итоге, я думаю, что все они чувствуют себя психологически защищенными, принадлежая, относя себя, скажем, к правящей партии. Следующее, ну, вот для того, чтобы мы завершили ответ на вопрос Елены, дадут ли партиям, как она здесь пишет, условно-оппозиционным, вообще столько процентов, сколько они хотят, 20-25 процентов? Ну, понятно. То есть я сначала выражу отношение к слову условно-оппозиционным. На самом деле они действительно условно-оппозиционные, не потому что они условно-оппозиционные здесь. Здесь-то они, может быть, более оппозиционные, потому что мы на земле находимся. Они условно-оппозиционные наверху, на уровне Москвы. Потому что, посмотрите, сегодня мы знаем, что выдвинулся там Зюганов снова, президентские выборы, Жириновский снова, и мы все, очевидно, Миронов там. Мы все, очевидно, знаем, что президентом будет Путин. Почему? Не потому что там, что рейтинг там и так далее, и так далее. А потому что у этих людей рейтинг около Плинтуса. Потому что эти люди уже не, с ними Россия не связывает никаких надежд. Поэтому они условно-оппозиционные. Им как сказали? Им сказали так. Никаких новых лиц, никаких сильных личностей. Вот вы должны быть, значит, выдвигаться. Выдвигаетесь. А с какого времени у нас новые лица и сильные личности изничтожены в стране и в регионе? Они не изничтожены, слава Богу, пока не изничтожены. Просто им не дают проявляться. Вот и все. Ну, если это сильная личность, как же ей не дать проявляться? Нет, если вы внимательно посмотрите, вы эти сильные личности, в принципе, увидите. Но им не дают как бы вот в пространстве появляться. Ну, кто мешает-то? Вот есть интернет. Навальный же появляется. Вы знаете... Я сейчас не спрашиваю о вашем отношении к Навальному. Но он же появляется. Почему другая сильная личность не может появиться? А смысл какой сейчас вот в этой ситуации, в этой политической системе проявляться? То есть их все равно что? Этих сильных личностей? А что проявляют? Задвинут, задушат, убьют? Ну, пожалуйста, вот Навальный проявляется. И какой толк от того, что он появляется? Система не дает... Пусть я к нему отрицательно там отношусь. Но хорошо, вот он проявляется. И что? И что будет дальше? Ничего не будет. То есть он не влияет никак на умы людей? Абсолютно никак. Не то, что на умы не влияет. А он никогда... На умы-то само собой как бы это другой вопрос. Да, мы ведь можем потом обсудить. А то, что он никогда не займет там никаких каких-то особых мест. Занять-то не займет, но все-таки какое-то влияние на людей он оказывает. Люди начинают читать альтернативные новости, источники информации, скайп. Да, но это ошибка правящей партии. Когда не даешь нормальным силам расти, растет сорняк. А Навальный сорняк? Навальный, но это сорняк. А какие должны быть нормальные силы? Вот какие признаки нормальной силы? Признаки нормальной силы... Да. На что ориентироваться, Ази Салевич? Много на что. И из того, что я могу бы сказать, наверное, часть, так сказать, совпадет с тем, о чем говорит там Навальный. Много чего есть. Ну, может быть, мы... Или мы об этом поговорим? Присут арбитражный, я слышу. Прошу прощения, я выключу. Признаки нормальных политиков, сильных нормальных политиков, которые принесут пользу стране. Первый, самый главный признак, это когда человек думает не о себе. То есть, если... Это большая ответственность, когда ты фактически, ну, как монах, ты отказываешься от... Ну, как вот монахи нормальные, настоящие отказываются от материального мира и говорят, я буду заниматься вот духовным миром, да, духовной практикой. Так и нормальной политикой. Ройзман у нас монах? Ройзман более-менее нормальной политикой. Потому что он, вы знаете, он многое приносит, как бы, в жертву. Ну, вот, как я вижу и как я понимаю эту ситуацию, да, из тех фактов, которые я знаю. Можно сказать, что да. Монах – это человек, вопреки своим интересам. То есть, альтруист? В какой-то степени, да. Так, еще какие признаки сильного политика? А еще какие признаки умения ставить задачи, умение их выполнять. Человек, который знает, как задачи выполняются, которого невозможно обмануть. Управленнически компетентно. Человек, умеющий держать слово, умеющий разговаривать с людьми. Игорь Владимирович Васильев, он поставил задачу навести элементарный порядок. И по этой задаче отчитывается регулярно. Он навел элементарный порядок в лесной отрасли. Наводит регулярно на дорогах элементарный порядок. Игорь Васильевич вводит в заблуждение все. Он не навел порядок в лесной отрасли. И он не может в течение того периода и теми методами, которыми он действует, он не может навести порядок в лесной отрасли. Так я думаю. Не признак сильного политика, да? Не сильный политик. Нет, он не сильный политик. Так, еще умение ставить задачи и их выполнять. Еще? Умение управлять такой сложной системой, как Кировская область. Умение понимать нужды людей. Умение не просто как бы отбирать. А отбирая понимать, что ты забираешь только то, что никому не нужно. Умение не ставить людей на колени, понимаете? В том числе бедных людей. То есть, ну, короче, это должен быть высокоморальный человек. Но еще и, кроме того, еще и образованный. Не просто там эрудированный, да? Потому что гораздо сильнее эрудирование был там Никита Билов, например. Но в то же время у него тоже были серьезные пробелы в управлении. Ну, с вопросов управления. Вот обычно, обычно вы говорите в таких случаях, когда мы обсуждаем наших политиков, что политик должен уметь слушать и слышать людей, которые к нему приходят. Особенно компетентных там специалистов. И вы часто ставили на вид Никите Юрьевичу, что вот он распустил советников. Да, верните Никиту, он умел слушать. А, все-таки Билов умел слушать. Верните, он умел слушать. Потому что все познается в сравнении, вот, так сказать, по сравнению с нынешним губернатором. Тот все-таки слышал. Тот слышал. Это особое мнение директора аудиторской консультационной компании «Бизнес-информа» Зизагаева. Мы прервемся на одну минуту и продолжим снова. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. Своё особое мнение сегодня высказывает директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-информа» Зизагаев. Мы вернемся к вопросу Елены, которая ждет перемен после выборов в городскую думу. Напомню, они пройдут 10 сентября и будет дума 6 созыва. Говорит Елена, есть ли шанс на какие-то перемены в городе после выборов? Азиз Алисович ответил до перерыва, что есть. А я хочу спросить со своей стороны, а какие конкретные перемены, ну давайте там 1, 2, 3 хотя бы там, с чего начать, должны произойти в городе, чтобы стало очевидно, что мы жить будем лучше, начинаем уже прям жить лучше? Ну, я думаю, что… Потому что и так хорошо живем, я не знаю. А в свое время, когда я столкнулся непосредственно с чиновниками, я не захотел никому обратиться, я просто пошел как обычный человек в городскую администрацию. Вот, и после того, как получил услугу меня удовлетворяющую, я пришел к главе администрации и сказал… Ну, хорошо, это был Дмитрий Николаевич Дранович, да? Вот, и сказал, давай я помогу тебе создать систему, при которой абсолютное большинство посетителей администрации будут уходить удовлетворенными. То есть, люди должны уходить удовлетворенными. Для этого есть… Дранович меня не понял. Для этого есть все средства и силы в администрации. Все, поверьте. И деньги есть, и ресурсы есть, и как минимум штаты есть. Я не говорю о людях, потому что там, наверное, есть люди, которые, наверное, должны другую работу искать, да, профессионально. Но есть все ресурсы. Поэтому, вот, что нужно сделать? Первое, сделать так, чтобы любые услуги, которые оказывает муниципалитет наша, администрация с ее подразделением по району, приводили к тому, что люди уходили бы оттуда с улыбкой. То есть, довольны. Вот, для этого есть все. Но самое-то главное, что до сих пор, до сегодняшнего дня, мы, несмотря на то, что в свое время была разработана стратегия развития города, мы не знаем, куда город развивается и вообще будет развиваться. Вот эти вот точечные там движения, вот тут клумбу посадить, тут там благоустроить вот это вот, а тут еще вот это. А сейчас за очередной генплан взялись? Я в курсе. Я в курсе. Меня приглашали принять участие. Я, так сказать, путем молчания отказался от участия. Учитывая, что никто предварительную работу не проводил с потенциальными разработчиками, это означает, что уже есть, значит, тот, кто выиграет этот конкурс. И, скорее всего, уже есть готовые, так сказать, там, по-моему, чуть ли не больше месяца дается на разработку, так сказать, этого. Есть готовые решения, а вас приглашают для галочки? Да, нас приглашают для участия. То есть сразу понятно по документации, что все, тут как бы вопрос решен. Ну и потом, даже если я и выиграю, я за это время не смогу разработать, потому что это требует, ну, как бы других подходов и других усилий, а не так вот просто взял стандарт, там, условно говоря, Костромы и наложил на город Киров. Вот, поэтому вот это надо сделать в обязательном порядке, в обязательном порядке. Вот, и отсюда уже будет видно, что мы дальше делаем. То есть, ну, а самое главное, чтобы создать систему, при котором мнение людей, оно все время было слышно. То есть прозрачна деятельность была, и чтобы мнение людей было слышно. Что отталкиваться нужно от потребностей и запросов человека, которые живут. Да, конечно, это же город, это уже самое низшее звено, конечно. Продолжается особое мнение Азиза Агаева. Давайте закончим с вопросами Елены. Я так понимаю, что все-таки надежда есть, судя по вашим словам, после выборов в городе. Ну, судя по тому, какой вопрос задает Елена, надежда есть. Надежда есть всегда. Перейдем к следующему вопросу. Мы будем говорить сейчас о дорогах. Я отталкиваюсь от новости, которую опубликовала городская администрация не очень давно. Звучит она следующим образом. Качество ремонта дорог в Кирове проверит центральная лаборатория. Мобильная лаборатория управления федеральных автодорог при Каме прибудет в Киров буквально завтра уже. И она будет отбирать пробы на участках отремонтированных дорог. И это как бы независимая такая экспертиза получается. В течение 50 дней делают экспертизу. Потом результаты ее направляют заказчику. Заказчик это город. Он получает результаты экспертизы. Вот они завтра приезжают, эти федеральные эксперты. Как вы считаете, судя по тому количеству проверок, которые сейчас происходят, судя по выезду общественников, судя по выезду губернаторов с огромной толпой СМИ на разные участки дорог, судя по тому, что Перескоков требует отчета каждое утро в 7 утра у себя на планерке о движении ремонтных работ. Получим мы в конце концов дороги в этом году и какого качества? Судя по количеству задекларированного, что будет построено, ну или отремонтировано, построено, не будет отремонтировано, мы не получим. Потому что вот, если я правильно понял, то 100 километров дорог нужно будет отремонтировать всего на территории Кировской области. Это очень мало для Кировской области. Очень мало. Соответственно, учитывая схемы откатов, присутствующих во время выполнения дорожных работ, количество, скажем, материала, которое будет положено на дороге во время ремонта, еще более утончится. Будет таким достаточно... А потом тихонечко техдокументацию приведут в соответствии с полученными работами. Да, потом, скорее всего... Как это было с дороги на русское. Да, будет потихонечку все будет там доделано таким образом, чтобы доблестные правоохранители не могли придраться. А как это вообще получается так, Азиз Алиевич? Вот как это так получается, что раз техдокументация так составляется, что потом, значит, ремонтники что-то там делают, потоньше положили асфальт, не доложили такого-то вещества, и раз, им нужно как-то, оказывается, изменить эту документацию. Что там за условия такие в договорах? Или в условиях конкурса существуют? Ну, изменяют, изменяют. То есть там есть правила, как это нужно изменять. Но они стараются действовать по этим правилам, но, скорее всего, какие-то мелкие недочеты, так сказать, в этих правилах позволяют таким образом изменять документацию, чтобы не сделать качественно. То есть я больше чем уверен, что дороги, если не перед зимой, то, скорее всего, после зимы опять сойдут, как обычно, вместе со снегом. Но ведь это же федеральная программа, безопасные и качественные дороги. Ну и что будет? Ведь это же Владимир Владимирович Путин поручил, чтобы в государстве наконец-то появилась хорошая, доступная дорожная сеть. Судя по тому, что вы рассказываете, эти некоторые люди, которые участвуют в проекте, не понимают задачи, которые ставит президент. Они рассовывают денежки куда-то по карманам. Они мухлюют с какой-то технической документацией. И при этом, несмотря на весь этот большой контроль, общественный, федеральный, местный, несмотря на главу администрации, который требует, все равно нет. Что им дает такие силы не ремонтировать дороги так, как это нужно делать? Что дает силы? Значит, смотрите, мы сосредоточились на управлении. Это сложный процесс. И одна из частей этого управления – это контроль. Вот мы сейчас сосредоточились на контроле. Вообще контроль должен, значит, заказчик осуществлять. Очень часто, формально или неформально, заказчик и исполнитель совпадают в одном лице. Значит, последствия того, что заказчик и исполнитель совпадают в одном лице, они известны. Ну, не будет же, значит, унтер-офицер, так сказать, сечь там сам себя, да? А теперь, когда мы говорим, что вот мы создали там общественный контроль, ну, государству хорошо, он все больше и больше за счет наших денег, значит, свои функции возлагает на общественников. Теперь уже общественники начинают становиться, ну, как бы, чуть ли не дополнительной структурой, государственным структурам по контролю. Вот они ходят и проверяют. Хорошо, это первая стадия контроля, когда ты пришел, проконтролировал, установил, что не соответствует, и дальше должны приниматься решения. Значит, если дальше этого решения никакие не принимаются, решения должны быть какие-то, какие-то либо финансовые, либо какие-то карательные, там, да? Если решений так-то особо никаких не принимается, ну, что нам этот контроль? Да зачем вообще тратить на это время? А вот эта мысль, наверное, с самого начала сидит в голове? Я чиновник, а нет? Зачем тратить на это время? А вы не видели, там, по интервью, по выражению лица? Нет, я вижу усердие. Чиновников, когда они обсуждают, что, ой, вот придут общественные контролеры, ну, хорошо, вы приходите, только не мешайте нам работать. Между прочим, господин Менькин очень плотно работает с общественной контролем. Ну, хорошо, и что толку? Хорошо, молодец, Менькин. Ему бы тогда, может быть, и в кино сниматься. Подождите, может быть, еще все впереди. Ну, хорошо, работает очень плотно, и что? Мы видим с вами по результатам, что происходит? Что-нибудь происходит после контроля? Ну, вроде ничего. Есть некоторые участки ровные. Я только не понимаю, почему улицу Воровского месяц люки не могли отремонтировать? Почему мы перекапываемся с колеса? Наверное, это результат того, что контролеры общественные мешают. Так бы быстрее было, а тут они ведь ходят, контролируют. Не верите ли, да? Нет. И никого не накажут? И никого не накажут. Ну, стрелочника найдут какого-нибудь, на пенсию отправят, или скажут, ну, ладно, слушайте, тебе, может быть, пора, да тут компания остается, а ты, так сказать, отойди, пожалуйста. А между тем, в 2018 году 50% дорожной сети городских агломераций должно быть приведено в нормативное состояние. Кто это сказал? Путин. Азиз Агаев, его особое мнение в эфире нашей радиостанции. Я не буду спрашивать, а как же контролировать средства, которые по федеральным программам выделяются сейчас на парке, скверы и дома культуры. Мы, наверное, попробуем пригласить сюда ответственных лиц из правительства. Они, правда, не очень спешат отвечать на эти вопросы. Вот видите, это вот вы спрашиваете, что надо сделать там, да, вот что надо сделать. Вот что такое, вот ты приди и скажи людям, ты что прячешься-то от людей? Если ты прячешься, иди гуляй, иди работай по профессии. Какая там у тебя, две, два образования, три образования. Вот иди, работай военкомом в школе, то есть этим, преподавателем по военке, а не управляй тут, так сказать. Может быть, на это тебя хватит, хотя к детям иногда некоторых людей нельзя пускать. Это чревато. Это Азиз Сагаев, его особое мнение. Мы перерываемся на две минуты. Я не знаю, кого имел в виду Азиз Салиевич, отправляя преподавать ОБЖ или военкомы. В перерыве спрошу за кадром. Продолжается программа «Особое мнение». Его сегодня высказывает директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-информа» Азиз Сагаев. Микрофон работает Светлана Занько. Между прочим, вот вы говорите, Игорь Васильев, не сильный политик, однако мало наши политики, представители правительства выходят и рассказывают. Я такого количества... Да нет, не буду врать, что там не припомню. И Никита Юрьевич часто на федеральных каналах мелькал. Ну и Игорь Васильев, кстати говоря, с довольно серьезными сюжетами, хоть и очень коротенькими, на федеральных каналах постоянно мелькает. Я вот нынче буквально на выходных или в пятницу увидела сюжет про один из наших оборонных заводов, и Игорь Владимирович говорил о диверсификации производства и о создании инновационного центра совместно с нашим розовым. Ну и что, у нас в свое время очень прекрасно и долго, до сих пор пишут иногда царство ему небесное, слава покойного Сергеенко, что у нас каждая женщина с бриллиантами будет ходить, мы добывать будем на вятке бриллианты и что. Вы верите, что наши оборонные предприятия смогут производить самолеты? Такие вещи можно говорить, если ты не в курсе вообще, какая база должна быть для производства самолетов. То есть понятно, что наши ведущие предприятия производят часть комплектующих, небольшую часть комплектующих, для того, чтобы использовать и производство самолетов. Но говорить о том, что мы будем на вятке самолетов, ну это из оперы, что Сергеенко говорил про бриллианты. А если закончатся федеральные оборонные заказы? Вот 18-й год пройдут, выборы пройдут, и вдруг Владимир Владимирович скажет, не хотим воевать, не будем пробовать. Будет очень тяжело. Не переориентируются? Не успеют? Я думаю, что не успеют переориентироваться. То есть... А что вас заставляет проговорить? Да и потом, есть некоторые предприятия, которые и не смогут переориентироваться. В связи с чем? Ну, не приспособлено, то есть нельзя одновременно выпускать бытовую технику и военную, условно говоря. Нельзя варить кашу и ковать подкову в одном месте? Я думаю, что принципиально так. То есть какой-то частью там они могут какой-то процент восстановить? Есть универсальное оборудование, на котором что-то можно делать, да? Мы знаем, что у нас же выпускает, например, доблестный завод Лепси, он же выпускает, так сказать, бытовые всякие приборы, да? Ну, хорошо. Но перекрыть как бы выпуском бытовой техники, выпуском другой продукции, оборонного заказа, невозможно. Мы вернемся сейчас в наш город и буквально в 15 августа и снова вернемся к нашей администрации. Она, наконец, пригрозила кулаком застройщику компании Мода Спорт, сейчас мы ведем речь о спортивном комплексе на улице Воровского, 100, тут, наконец, озвучила свою позицию городская администрация, и сказала, что снесет этот объект, если строители не урегулируют все вопросы по переносу теплотрассы, которые по-прежнему проходят прямо под построенным уже сейчас практически объектом. Верите в то, что пойдет до конца администрации? Ну, я думаю, что ни у кого тут вариантов нет, потому что нельзя, чтобы теплотрасса как бы под объектом. То есть, либо его надо переносить, либо сносить то, что построено. Других вариантов-то тут... То есть, у всех нет. Я не знаю, в чем там вопрос, потому что обычно это вообще не вызывает никаких вопросов. То есть, либо там техусловия чрезвычайно дорогие, необоснованно дорогие, и поэтому до сих пор там оно не сделанное. Либо, значит, городская администрация в свое время закрыла глаза по каким-то причинам, я не знаю, по каким причинам, и позволила как бы строить, не перенося. Либо у моды групп не хватило денежных средств, и оно могло скрывать там до поры до времени, значит, что не выполняет выставленные техусловия. Ну, тут вариантов нету либо сносить, либо переносить. То есть, если до определенного времени действительно эта строй группа не сможет построить, перенести теплотрассу, варианты-то какие, только сносить. А вдруг там произойдет какая-то авария прямо на этом месте, и что? Серьезная авария может произойти, жертвы могут быть, если под этой, как бы, ну, кто на это пойдет? Ну, у нас есть время до конца июля, где в это время Модогруппы обещают подготовить площадку для прокладки новой теплотрассы, к 15 августа уже опрессовку провести. Но надо сказать вам, что они и прошло осень должны были это сделать. Ну, не сделают, значит, не введут, значит, будут сносить. Других вариантов-то нет. Продолжаем разговор. Это особое мнение Азиза Агаева. Минздрав в заботе о населении нашей страны выходит с новой старой инициативой. И вас, между прочим, об этом спрашивают наши слушатели на сайте Эхо Кирова. Анатолий пишет. Уважаемый Азиз, как вы считаете, очередное предложение Минздрава запретить продажу алкоголя по выходным под предлогом пропаганды здорового образа жизни чем обернется? А. Для населения, Б. Для бюджетов. Ну, я на самом деле был всегда противником силового запрета на продажу алкоголя. В определенных местах не продавать, это да. Но вот так вот взяли-прекратили там. Я думаю, что люди будут запасаться, будут покупать у спекулянтов, будут, значит, производить для собственных. Нужно запретить, это сложно, да и проконтролировать это сложно. А если и дальше плодить таких контролеров, то у нас скоро вся страна будет стоять из-за них контролеров. Вот. Поэтому я считаю, что людям нужно всегда предлагать более светлую альтернативу. Какую? Ну, скажем, если у нас в силе есть спортплощадка, хорошо бы тренера финансировать. Специалиста по физкультуре с навыками медицинской реанимации первой, оказания первой помощи, чтобы он целый день там работал, чтобы люди могли туда приходить в течение дня и заниматься игровыми видами спорта. Вот. Или еще какие-нибудь другие варианты. Вариантов можно как бы привести много, когда люди могут просто приходить и общаться. А когда у них нет никаких вариантов, кроме там сбора грибов после этого, продать, получить деньги, купить и уже общаться за бутылкой, то они всегда найдут, где и у кого купить. Вот. То есть заботой государства вы считаете должно стать для того, чтобы бороться с алкоголизацией населения организация неких общественных пространств, где народ выходя из дома встречается и занимается пользухой какой-то. Да, очень хорошо вы сформулировали, да, именно организация таких общественных пространств. То есть телевизор здесь не прокатит? Нет, телевизор не прокатит, потому что телевизор на сегодняшний день вгоняет людей только в депрессию. Только в депрессию и в агрессию. Больше как бы ничего такого я в этом телевизоре не вижу. Но сейчас речь пойдет не об общественном пространстве, а о бизнесе, но который очень похож на то, о чем вы говорите. И речь идет о кинотеатре «Октябрь», куда переехала большая интересная история с услугами пожилому и молодому населению как раз для того, чтобы было чем заняться в свободное время. Антон Касанов, историк, эту тему поднял в Фейсбуке, в связи с тем, как нарядили это здание перед открытием. Мы помним прекрасную историю с кинотеатром «Октябрь». Оно переходило из рук в руки и все ждали, что же там случится. Предыдущий арендатор не справился с задачами в силу разных причин, прежде всего, финансов. нынешний арендатор видать при деньгах справился, отреставрировал, даже скверик немножечко там прибрал соседний, но нарядил такими баннерами, которые вот у людей с тонким эстетическим вкусом вызвали неприятие. Очень бурная была дискуссия в Фейсбуке. Я даже знаю, что те люди, которые вот этим всем занимались, я имею в виду баннерами, пригласили в итоге активистов, которые обсуждали, Курбатова, Касанова, Бокасова и некоторых других для обсуждения на этой неделе их возмущения. Вы же проезжали наверняка не раз мимо. Да, видел. Что, как? Ваши чувства каким-то образом задеты? Ну, я не скажу, что я вот прямо благородным гневом исхожу. Ну, для меня это среднее оформление, таких оформлений в городе много. И не скажу, что сильно ниже, чем как бы в среднем по городу. Ну, нельзя назвать это высокохудожественным каким-то там оформлением, привлекательным, но все очень обычно. Угу. Так. Ну, есть группа товарищей довольно компетентных и, в общем-то, лидеров общественного мнения, которые говорят, что такое ли? Сколько можно на исторические издания навешивать, что попало? Хороший вопрос. Ну, я их поддержу. И что? Что из этого следует? Есть арендатор, получил деньги, вот у него, ну, в смысле, порутил в аренду, у него есть деньги, он взял и, значит, на свои деньги, вот, оформил так. к нему никто требований не выставлял никаких. Как это? А неужели у нас в городе требования не выставляются? А если были бы требования, то он бы, наверное, сделал, или вы предполагаете, что эти требования вот такого уровня были? Я уверен, что их не было. Я не думаю, что у Ирины Рубцовой такой вкус, у нее, наверное, выше, как бы, если бы она... Я когда-то тоже работала в бизнесе и с брендбуками была связана. Вот я бы хотела, чтобы открыл сайт городской администрации, там сразу на первой страничке. Брендбук города Кирова. Такие-то цвета, такие-то шрифты, такие-то разработчики. Абсолютно так. Да, смотрите. Вы одну вещь. Вот это чисто вы правильно говорите управленчески. Так должно быть. И должно быть принято постановление, что люди, которые оформляют, открывают брендбук и берут из брендбука. Точка. А тогда кто будет в администрацию приходить и записываться на прием и просить утвердить, просить там... То есть, понимаете, тут тогда значимость соответствующих служб администрации упадет. Ведь это будет там. Ну, там, если это будет с брендбуком, то придешь ты один раз, соответствует или не соответствует. А без него нужно пройти раз в пять, и, наверное, не с пустыми руками. Да, да. И все это регламентировано. А как минимум с документацией. Ну, извините, как? Нет, нет, нет. Тут вы, вы смотрите, вы тут подкапываетесь под администрацию. Потому что люди работать должны. Это приведет к сокращению аппарата. Времени надо будет меньше с людьми общаться. Понимаете? Не, не, не. Вы тут, смотрите, тут вы зря это делаете. Чиновникам тоже работать можно. То есть можно шуметь сколько угодно по поводу того, как делают наши исторические издания. Но пока не изменится ситуация в городской администрации, ничего не изменится. Последний вопрос в оставшиеся три минуты. Завтра посвящена этому вопросу целая тема в дневном развороте. Застройщики будут бесплатно отдавать помещения под соцобъекты. Заместитель главы городадминистрации Роман Морозов об этом говорит. Застройщики за свой счет на примере фирмы Маяковская возведет эти помещения для детских садов, передаст их в безвозмездную муниципальную собственность, потому что в том районе обеспеченность местами в детских дошкольных учреждениях мала. Район, напоминаю, Крина. Существующих детских садов не хватает и застройщик, понимая эту проблему, не отказался принять такие условия. Мы знаем мнение разных застройщиков по поводу того, кто и как должен строить муниципальные садики. И вообще садики обеспечивают. Ваше какое мнение? Ну, я думаю, что это не за счет застройщиков в конечном итоге делается. Это делается за счет горожан, то есть покупателей этого жилья в конечном итоге. И на самом деле опять кривой путь. Опять кривой путь. То есть можно было бы наоборот, и многие уже об этом говорили, что продавать там эти земельные участки с таким условием, кто предложит наименьшую цену за жилье. То есть ты берешь, строишь, но твое жилье должно быть не дороже, условно говоря, 25 тысяч, чтобы оно было доступно для многих людей, чтобы ипотека их не так гнула, как сейчас там сворачивает, так сказать, в бараний рог там, да, и так далее. И, пожалуйста, почему садик-то? У нас есть городской бюджет, почему не строить садик за счет бюджета? Люди же должны... Я уверен, я уверен, что при правильном управлении городским бюджетом там найдутся деньги на все. А что плохого-то и в том, чтобы, например, бизнес закладывал и строил бы Бизнес строит за счет людей, которые покупают это жилье. А разве это плохо? Вот я покупаю квартиру и понимаю, что в комплекте с квартирой у меня идет детский сад, школа, все дороги, скверы и прочее. Это плохо. Почему? Потому что, если бы были деньги, например, для бизнеса, который занимается садиками, вот есть такой бизнес, который занимается садиками и достаточно успешно занимается. Это какой такой бизнес? Ну, например, назвать можно, например, там, детское село. Вы имеете в виду частные садики? Я говорю про муниципальные. Муниципальный садик это не бизнес. И пусть строит. А если муниципальный садик, пусть муниципалитет за свой счет строит. Зачем за счет людей? Зачем людей обманывают, что бизнес строит? Муниципальный садик в данном случае будет строиться снова за счет людей? Ну, хочешь жить в центре города, плати. За что? За садик и за квадратный метр твоей квартиры. Так это ведь проблема не только центра города. Ведь таким образом дальше можно распространять. У нас же не сказали, что это только для центра города. А может надо поделить? Может, если в центре, где плотная застройка, хочешь такой сладкий кусочек, строй вместе с садиками. А в новых микрорайонах там уже поднадужен садик. Ну, тогда скажите, что мы как бы слово равенства откладываем, так сказать. У нас теперь так, в центре будут жить только богатые, у которых есть деньги на финансирование детского сада. Так обычно бывает? Не, ну, так скажите об этом. Чтобы все знали. Кто об этом говорит? Цены об этом будут говорить? Почему цены-то? Пусть об этом на политическом уровне скажут, что мы, Единая Россия, решили, что теперь в центре. при чем, может, Единая Россия? а кто это, кто такие вещи-то делает? Кто голосует-то за это? Член какой партии, так сказать, у нас глава? Вот сейчас зарежете хорошими садиками. Вот только застройщики собираются строить садики за свой счет. Я считаю, что это не до конца продуманное, не согласованное с жителями вопрос. То есть, пожалуйста, тогда два садика. Один в центре, а один еще нибудь, где у людей не так много денег. За счет кого? За счет богатых, которые в центре купят эти квартиры. А, то есть покупать и себе, и там больше? Конечно. Так это было бы справедливо. Который приехал из деревни. С какой-то стати это интересно, это справедливо. Как это с какой стати? Не успею сейчас в этом обсуждать. Будем завтра обсуждать этот вопрос в дневном развороте. Слушайте нас и звоните, Азиза Альфович, мы еще там поспорим. Спасибо большое. Особое мнение Азиза Агаева, директора аудиторской консультационной компании Business Inform было сейчас в эфире. Микрофон работал Светлана Занько. Всем до свидания. Всем до свидания. До свидания.